Добрый день, уважаемые слушатели, добрый день. В эфире Финам ФМ Сухой Остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Ну что ж, наконец-то, наконец-то, долгожданный понедельник. Вновь очередная рабочая неделя и эти бездарно проведенные выходные наконец-то закончились. И можно поговорить о том, что тревожит наш ежесекундно, я не боюсь этого слова. Что же происходит на финансовых рынках? Вот это, как всегда, тема Сухого Остатка. Тема более локальная. Если позволите, мы попробуем сегодня сравнить ситуацию внутриполитическую и некую внешнюю конъюнктуру, что в конечном итоге оказывает большее влияние на финансовые рынки. Но даже если сравнение это по какой-то причине не удастся, ничего страшного, наша задача с вами в моменте определить то, что происходит на финансовых рынках, ну и понять, как жить дальше. Итак, еще раз я напомню, сегодня мы говорим о текущей ситуации на финансовых площадках. И у меня в гостях Василий Танурков, заместитель начальника управления анализа рынка акций инвестиционной компании «Велес Капитал». Добрый день, Василий. Здравствуйте. И в гостях Назар Щетинин, начальник отдела поддержки клиентов в тренинговый центр брокерского дома «Открытие». Добрый день, Назар. Добрый день. Уважаемые слушатели, телефон студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Все это вам может понадобиться для того, чтобы присоединиться к нашей беседе, позвонив или написав, задать свой вопрос или поделиться своим мнением. Ну и начиная эфир, традиционно мы с вами рисуем картину маслом. Итак, 15.06 в Москве, что же происходит на этих самых финансовых рынках? Итак, закрытие Америки пятницы разнонаправленное. Символический минус в индексе Dow Jones чуть больше 0,6% просел NASDAQ и выше ватерлинии закрылся S&P 500, собственно подтвердив незыблемость восходящего тренда, потому что исторические максимумы переписываются в очередной раз. Далее мы смотрим сегодняшние торговые сессии в Азии. Закрылась в плюсе, в плюсе Nikkei прибавил 0,4%, Shanghai Composite 0,6%. Ну и отечные индикаторы сегодня уже разнонаправленно торгуются с начала торговой сессии, но уже в положительной территории. 0,5% прибавляет РТС, чуть скромнее МВБ. Рубль продолжает укрепляться, 32,25% текущая его котировка. Смотрим на сырье и на Форекс. Итак, нефть марки Brent 108,46 за бочку и, внимание, нефть марки LightSweet 108,47 за бочку. Да, случилось то, о чем мы так долго говорим. Нивелировался спред и, более того, Light, ну, ненадолго может быть, но уже дороже Brent, так как в добрые старые времена. Золото сделало скачок сегодня на открытии сессии и торгуются выше 1300 за тройскую унцию, 1316 текущая ее котировка и индикатор валютного рынка все же в диапазоне евро-доллар 1,3180. Ну и набор голубых фишек, как всегда, наверное, традиционно для российского рынка последних месяцев разнонаправленно выглядит. Среди лидеров роста «Газпром» 131 рубль стоит бумажка, 1,5% прибавил, 1,7% в плюсе акции МТС и чуть больше процента «Сургут» нефть и газ, а далее все в минусе «Уралкария» минус процент, минус 9,10 «АвтоВАЗ», 3,10 «ВТБ» и 9,10 «Сбербанк». То есть сегодня банковский сектор тоже чувствует себя не очень хорошо. Ну вот такова картина маслом, собственно, разнонаправленные движения на российском рынке. И возвращаясь к нашей теме, ну давайте чуть позже мы будем сравнивать, что больше оказывает влияние, какие сигналы изнутри или снаружи. Первый вопрос такой, Вась, давай поговорим о том, а что сейчас с точки зрения внешней конъюнктуры может поставить на первый план. Тем более, что, как мы уже на прошлой неделе и на позапрошлой неделе, ежедневно практически муссолили тему сокращения КУИ-3. Вроде бы выступил господин Бернанг и всем раздал по серьгам. Все понятно вроде бы, да? Да, вроде бы понятно, но... Но не очень. Ну, впечатление такое, что, как раньше падение происходило просто на неких страхах, теперь рост на эйфории от того, что, возможно, будет отложен выход из КУИ-3. Собственно, золото это показатель как раз вот этой ситуации. Ну, сегодня вот такой выстрел-то у него, сегодня на открытии, не в пятницу и не в четверг, даже когда уже в среду выступил перед Сенатом, да, в четверг перед Конгрессом, вроде бы. Ну, я так понимаю, что там отчасти китайские новости, некие, там, снижен, убран вообще... Нивелирован. Да, нивелирован минимальный уровень ставок, по которым могут выдавать банки кредиты. В принципе, все говорит о том, что китайцы тоже настроены начать какое-то стимулирование. Ну, собственно говоря, так или иначе, впечатление однозначно нерациональности рынков только теперь уже в обратную сторону. То есть до этого рынки нерационально падали, теперь нерационально. Ну, если говорить о нерациональности, неважно в какую сторону, потому что если нет объяснений логических, то куда бы он ни пошел, это все будет нелогично. Ну, в некоторой степени есть объяснение логическое, то есть обычное объяснение, что вот теперь мы верим в то, что Куе будет гораздо позже, чем казалось раньше. Ну, собственно, надеяться на то, в принципе, прогнозировать, когда закончится Куе, учитывая то, что срок в полномочии Бернанке истекает к концу года. Совершенно верно. Что там будет происходить после, в принципе. Ну, то есть если говорить об интриге, вот она до конца года еще какое-то время может протянуться. Назар, на твой взгляд, если говорить о внешних факторах вновь, какие сейчас превалируют на финансовых рынках, ну и какие могут прежде всего влиять на динамику российского рынка, на твой взгляд? А я, во-первых, признаюсь, что подслушал разговор ваш сначала и услышал, что, в принципе, мнение Василия о том, что внешние это как раз такие факторы, они влияют больше, чем внутренние, они, соответственно, автоматически, видимо, как бы с ним солидарны. И я так догадываюсь, что он на сегодня эту тему, видимо, принимает, эту сторону. А я, с вашего позволения, не отвечу на этот вопрос, а расскажу про то, какие внутриполитические внутри, и мы, видимо, таким образом поделим сейчас вот аудиторию. Потому что я как раз таки считаю, что... Ну, давай попробуем. Попробуем. Попробуем поделить аудиторию. Я так думаю, что на ближайшие полтора года как раз таки мы будем чуточку меньше смотреть на то, есть ли у них Q6 или нет, а будем чуточку больше смотреть на то, что будет происходить, кстати, внутриполитические, внутри нашей страны. Есть такое мнение, что... Есть как бы предпосылки, естественно, мнение не может базироваться просто так, оно базируется на каких-то, в нашем случае, внутриполитических действиях наших первых лиц, о том, что ключевой, главный инвестор в нашу русскую экономику — это бюджет. Немножечко разочарован своими инвестициями, вот как, скажем, разочарованные Газпромом последние там полгода инвесторы в этот Газпром, да. Ну, кроме того, спешу напомнить, что львиная доля этих бумаг находится в бюджете у нас, да, и он тоже грустит от того, что получает 6 рублей в год там, да, в виде дивидендов, как бы, хотя при этом компания зарабатывает там триллион двести. Я думаю, что эта тенденция вот в ближайшие полутора лет, она как бы даже не столько от хорошей жизни, сколько от плохой, я думаю, она будет вот в течение этого периода времени поменяться. А почему полтора года? На что ты ориентируешься? Потому что ты говоришь, тенденция в ближайшие полутора лет. Скажу, 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 скажу. Свет такой. Это, в первую очередь, заявление о том, что собираются считать по МСФО дивидендную базу, да, как раз-таки называется 15-й год на данный момент. Понятно, что точно никто не знает, но 15-й год называется отсюда. Мы понимаем как бы то место, грубо говоря, вот тот срок, в котором деньги будут бюджету очень нужны. И на самом деле справедливо попросить у бизнеса эти деньги, потому что, если мы вспомним, вот там тоже мы кулуарно беседовали с Василием, вспомним тоже сектор электроэнергетики. Ну, понятно, что ключевой игрок, опять-таки, Россия, ну, устала давно не видеть денег от этого сектора. Инвест-программа каждый год. Компании типа ТГК-1 5% дивидендной выплаты от чистой прибыли, 5% ежегодно. Даже как-то удивляешься, как так может быть? Вот ровно 95% ежегодно инвест-программы. То есть не 6%, не 7%, не 4%, а 5%. Потому что производственные мощности у них не растут. То есть какая-то странная инвест-программа в капитал. Капитал растет, по идее, да, а дивидендов сегодня нет и нет. И первое, с чего я начал, кто устал от этого, это бюджет. Деньги нужны. И вот первый звонок, на самом деле второй. Первый звонок был разговор господина Путина, наверное, все-таки с представителями Росгидро. А второй звонок у нас вот, да, не сихо. Извини, прерву тебя, сейчас у нас новости на Финам.ФМ. Послушаем новости, потом продолжим. Потом продолжим. Итак, друзья, мы продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Василий Танурков, заместитель начальника управления анализа рынка акций инстанционной компании «Велес Капитал». И Назар Щетинин, начальник отдела поддержки клиентов тренингового центра Брокерского дома «Открытие». Мы обсуждаем, как всегда, текущую ситуацию на финансовых рынках. Ну и вот дилемма у нас сегодня, к чему больше склониться бы нам, определяя текущую, ну или перспективную динамику на российском фондовом рынке. Все-таки я напомню, да, Назар, сейчас я дам возможность продолжить твою мысль. И тем не менее, все-таки в большей степени, я так понимаю, ты сейчас озадачен или обсуждаешь наполнение бюджета с точки зрения развития российской экономики. А вот как привлечь инвестора, инвестора как привлечь, отслеживая внутри политички, ну или внутри экономические факторы? Да очень просто. Ведь я же не зря провел эту аналогию, то, что бюджет тоже инвестор. Какая разница, нет такого на уровне, ну вот как раз таки господин Навальный, видимо, не будем вспоминать его, нет, сделал карьеру даже, можно сказать, на том, что рассказал о том, что все-таки разница, оказывается, в нашей стране бывает между мажоритарием и инвесторием. Но тем не менее, будем говорить о том, как написано в уставе, все-таки нет уже разницы, да, и мысль моя в том заключается, что получая деньги в бюджет через бизнес, есть эта модель получения денег, слава богу, не 90-е только одна, это дивидендные выплаты, да, миноритарий тоже получит эти дивиденды, как не странно. Вот вспоминал «Газпром», да, разводненные прибыли на одну акцию 50 рублей, 6 рублей получило государство всего-навсего, да, на одну бумагу, то есть символические деньги, хотя напомню, что 50 получили на одну бумагу, да. Ну вот такие вещи как бы не могут проходить мимо, в первую очередь, бюджета, начнет бюджет наполняться через дивиденды, а если будут хорошие дивиденды, инвестор придет. Ну то есть еще раз, я попытаюсь это сейчас резюмировать, значит полтора года на то, чтобы на международную систему перешли правильно, и как результат, естественно, дивидендные выплаты, это отечественного, как минимум отечественного инвектора сильно привлечет на российский фондовый рынок, Василий. Ну, что касается наполнения бюджета за счет дивидендов, это сильная идея, просто потому что, если мы посмотрим... Сильная в кавычках не такая, кажется. Да, скорее в кавычках, потому что, если мы посмотрим на то, как он наполняется сейчас, это в основном НДПИ, это экспортные пошлины, и в принципе сложно себе представить, что тот же «Газпром» за счет выплаты дивидендов будет отдавать государству хоть сколько-то сопоставимую сумму с тем, что он дает в виде НДПИ. В принципе, позиции Назара можно отнести к такой долгосрочной мечте, что ли, да, вот так было бы неплохо, но вряд ли так когда-нибудь. Я соглашусь в том смысле, что вполне возможно, что государство, заявляя вот эти планы по 25% для «Газпрома», действительно стремится сделать «Газпром» более инвестиционно привлекательным, похоже на то, что это действительно так. Ну, я не думаю, что это связано с наполнением бюджета, просто потому что одновременно есть планы по повышению НДПИ для газовых компаний, есть сложные схемы для нефтяных компаний, видимо, с бюджетом особых проблем не будет и без дивидендов. Да, Насов. Нет, ну, ребята, право на 100%. Единственное, хочу сказать, что наша экономика, к счастью или не к счастью, это не только «Газпром». Ну, без оценок тут, у нас есть сериалии, куда-то нет. Да, да, ну, я честно делаю ставку вот в этой модели, да, не странно, не «Газпром», действительно, справедливое замечание, плюс нас уже пугали повышением НДПИ, да, буквально тот год назад. Делаю ставку, как ни странно, на энергетику, но там в этом секторе уже по 10 лет не растут производственные показатели, а вот капитал растет там, ну, понятно, на всю личную прибыль ежегодно. Понятно, что там не все госкомпании, да, то есть не все госкомпании, но вот это настроение, которое передал господин Путин, вспоминали сегодня, да, его вообще не с Росгидро, а вообще в целом с тектой электроэнергетики, да, плюс вот эта идея, вернем-ка мы в пять РАУЕС, да, с российскими сетями, я думаю, что это же не просто так, да. Я вот не так давно помню, читал новость о том, что около шести или семи из бытовых компаний вообще прекратили свою деятельность, там какая-то своеобразная была формулировка, и функционал переключается на российские сети, да, то есть по себе она действительно возвращается к нам, старый добрый РАУЕС, Я думаю, что, еще раз напомню, просто устали не видеть денег, да, в первую очередь от этого сектора, действительно, там денег уже давно нету, дивиденды крайне смешные, есть программа ежегодная, производственные показатели не растут, куда они посылают деньги, если на вопрос, да, вызывают. То есть не только Газпромом сыты, я к тому, что и есть еще немножко других 292 эмитента, кроме Газпрома, да, вот где-то там. На всякий случай, да? Да, на самом деле, я Газпром понимаю, это самая обсуждаемая тема, вот сегодня опять он удивляет, я так слышал, да? Ну, полтора процента сегодня уже 131 рубль, вот, не дали, как полчаса. Не столько вопрос, почему он растет, почему падал, да? Ну, в общем, идея такая, что... Нет, вопросов-то много, естественно. Ну, да, 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 то есть, ну, общее настроение, я думаю, что, ну, как идею, да, для обсуждения, которое базируется все-таки на фактах, действительно, факт — это российские сети, факт — это общение, вот, Владимир Владимирович, который собирал энергетики, это был такой достаточно интересный саммит, если его можно назвать, потому что до этого уже давно он с ними не общался, вот, и МСФО, да, хоть не все, конечно, госкомпании, да, то есть вот эти три фактора, они как-то складываются в картинку того, что бюджет, ну, и сам бюджет, мы тоже, как мы с вами прекрасно понимаем, он сейчас испытывает трудности, да, и сам бюджет еще. То есть, видно, что государство в том числе хочет получить справедливо свои дивиденды, как мы хотим получить дивиденды, как частное лицо. Свои, да? Да, там, на свои 100 тысяч рублей. Государство хочет свои, да, и их можно понять. Это нормально. У нас есть звонок, давайте послушаем. Павел, день добрый, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, у меня вопрос насущный. Возня вокруг 100-долларовой купюры, насколько она реальна? Как это будут менять? Чем на нас отразится? Если несложно, расшифруйте, что за возня. Ну вот, говорят, что будут менять 100-долларовую купюру, то не будут менять, если будут, то как, и чем на нас это отразится? Я понял, спасибо, спасибо. Ракомментируйте, Василь? Я, честно говоря, о возне ты не слышал как-то в последние времена? Я думаю, что все будет честно. Ну даже если представить, да, что... Все-таки американское государство, это не... Не другое государство, ладно, будем. Назар, слышал ты по поводу обмена 100-долларов? Не знаю, друзья, какая-то новость. Мне кажется, на фоне, конечно, мои рассказы про МСФО 25, конечно, сдаюсь, не знаю. Дело не в том, на каком фоне, просто действительно, если это тревожит нашего слушателя. Это да. Павел, я тоже со своей стороны хотел бы наверняка вас успокоить, если это вообще возможно. Я думаю, что... Если это проблема, да. Да, да, да. Я думаю, что проблем не должно быть, да. Будет новое, значит, старые постепенные изобращения изымуты, и будут ходить новые, и все будет хорошо. Да. Главное, чтобы они были, наверное, да, в достатке. Ладно. Итак, продолжим наш разговор, Вась. Все-таки, опять, я хотел бы сосредоточиться среди внешних факторов, да, значит, по поводу преимуществ внутренних внешних. Давайте чуть позже. Все-таки среди внешних, помимо какой-то степени отыгранной идеи QE3, что еще может в ближайшее время занимать умы инвестора, и российского в том числе. Ну, и все-таки, наверное, надо подчеркнуть, во многом динамику российского рынка определяет инвестор-то сторонний, именно поэтому внешний фактор для нас очень важен. Ну, будем так подходить. Сначала август, потом сентябрь. Причем по поводу августа, наверное, стоит, да, в деталях вы говорите, традиционный невеселый месяц. Как раз ничего особенно выдающегося, судя по всему, в августе не должно происходить. Основное внимание к корпоративной отчетности. Американской. И российской тоже. И здесь, возможно, какие-то действительно внутренние идеи, то есть, например, очень может быть сильное движение в металлургическом секторе, где операционные результаты как раз должны публиковаться. И есть сигналы о том, что компании нарастили производство во втором квартале и уже в какой-то степени начинают выходить вот из этого кризиса. В принципе, мы видим, что в США цены на сталь тоже начали расти. Насколько это локальное явление или это уже долгосрочный тренд, сложно пока сказать. Хотя там та же Алко, например, продолжает очень хорошие прогнозы давать на конец года. Дальше нефтянка. В нефтянке, учитывая то, что во втором квартале с ценами на нефть все было не слишком замечательно, ничего особенно хорошего ждать не приходится. Единственное, кто точно будет выделяться на этом фоне, это сургут нефтегаз просто за счет переоценки. Валютная там может получиться за полгода прибыль в пределах годовой прошлой, прибыль прошлогодней. И интересно смотреть на Роснефть, которая впервые опубликует уже консолидированные результаты с ТНК ВП, потому что в прошлом квартале там было только 11 дней. Теперь уже будут реальные результаты, тоже может быть какое-то движение. Там корпоративная отчетность американская, ну, собственно, пока проходит очень позитивно, особенно банковский сектор. И особенно для американского рынка, я все извини, да. Ну, особенно, конечно, да, для американского рынка. Вот, а если говорить о чуть-чуть более долгосрочном прогнозе, то есть это сентябрь, скажем. Декабрь. Ну, декабрь, к декабрю мы еще придем. Сначала будет сентябрь. Декабрь, а там еще важных-то событий. Сентябрь, да. Надо сказать, что в августе, через неделю буквально будет очередное заседание ФРС, от которого, в принципе, ничего не стоит ждать. Просто потому, что Бернанке сказал прямо, что даже на сентябрь еще нет окончательного решения о том, будет ли сворачивание в сентябре. Подчеркиваю, надо смотреть на статистику, на текущую статистику. Сейчас обсуждать-то нечего. Я, насколько понимаю, в августе, в принципе, еще будет рано смотреть на статистику. Да, да. То есть ФРС будет принимать решение действительно только в сентябре. Шансы на то, что начнется сворачивание КУЕ, в общем-то, определенные есть. Но однозначно, пока сказать нельзя, надо смотреть действительно на статистику по рынку труда. Второй фактор – это выборы в Германии. Дело в том, что есть большие надежды на то, что, наконец-то, после выборов немцы ослабят хватку и будет некий аналог. Буквально, в смысле, расслабятся, да? Потому что сейчас им расслабляться не дает эта конъюнктура того, что действительно... И у европейцев появится, наконец, возможность как-то смягчить монетарную политику. В общем, это не лишено неких разумных оснований, поэтому можно ждать вот этого события. Плюс есть некие проблемы в Португалии и в Испании. И, скорее всего, в августе они, опять же, еще не сыграют. Но в сентябре опять можем вернуться... К долговому кризису. Да, к долговому кризису. И, естественно, к сожалению, наверное, да, это не ставит в стороне и российскую действительность. Вот эта вот печалька. Думаю, что после перерыва я еще задам вопрос. У нас есть еще минутка. Собственно, если это вопрос, успеешь его задать. Ну, кроме того, что компания... Просто мне лично интересно, а я, повторюсь, уважительно отношусь к Аверс Капиталу очень. Такой вопрос. Никаких кавычек, на самом деле, так. И просто у меня есть мнение, я хочу услышать твое, Васю. Вот, кроме того, что компании отчитываются положительно, это факт, там, в Америке, да, есть же еще цена акции. Вот стоит, допустим, сейчас какой-нибудь ExxonMobil, там, 2,5 капитала. Это недорого. Это недорого. Это недорого. А почему? Просто учитывая прогнозы темпов роста на ближайшие 2-3 года, экономика восстанавливается, будет только набирать обороты. То есть, ну, это же правильно, потому что за 2-3 года нужно удвоиться. Нет. Все-таки соотношение ПНОБУК-1, это довольно редкое соотношение. Ну, понятно, да. Ну, и там, на данный момент, если не ошибаюсь, 2,6-2,5, там, да, ну, в среднем. Я бы все-таки говорил о соотношении ПНОЕ. Ну, друзья мои, вынужден при вас дать вашу интересную беседу. Сейчас мы прервемся, у нас новости на Финам.ФМ, а потом продолжим. Ну что ж, друзья, продолжим эфир, сухой остаток на Финам.ФМ. Сегодня мы обсуждаем, как всегда, текущую ситуацию в мире, в Российской Федерации, на российском фондовом рынке, и даже пытаемся с вами сравнить, что более важно. Стихи я вспомнил, но не буду их цитировать. Что более важно для российского фондового рынка? Некая внутриполитическая ситуация или все же внешняя конъюнктура? Еще раз напомню, в студии сегодня Василий Танурков, заместитель начальника управления анализа рынка акций и инвестиционной компании «Велис Капитал» и Назар Щетинин, начальник отдела поддержки клиентов, тренинговый центр брокерского дома «Открытие». Телефон студии, уважаемые слушатели, напомню для вас. Телефон студии 651099,6, код Москвы 495. Это телефон прямого эфира. И сайт компании финам.фм. Пишите, звоните, задавайте свои вопросы, делитесь собственными наблюдениями по этому поводу. Ну что ж, продолжим, продолжим. Говоря о внутриполитических факторах. Назар, тебе, наверное, все-таки ближе этот мяч. Сегодня уж ты стоишь на этой стороне теннисного корта. Так что тебе и карты в руки. И так, некая внутриполитическая ситуация. Можно, опять-таки, разбить, наверное, на какой-то список. Вот это важно, вот это важно, вот это важно. Мне хотелось, чтобы ты прокомментировал. Без этого, опять-таки, не обойтись. И учитывая сегодняшние средства у нас информации, которые ты сам цитировал до эфира. Учитывая события на прошлой неделе, связанные с некими судебными делами, да, известных оппозиционеров. Сегодня, и в четверг, собственно, и в пятницу, и сегодня в том числе. Много разнонаправленных мнений, что это было напрямую связано. Это было связано опосредованно. Это вообще никак не было связано. Это я разные мнения сейчас цитирую. Потому что, ну, не может, по идее, да, по определению это быть связано. И тем не менее, если говорить вот о таких вот, ну, спекулятивных, наверное, движениях, да, может быть такая связь или нет? Не, ну, тогда это уже опять не мой мяч, да. Потому что мы же понимаем, что единственный, кто расстроился, наверное, из-за этой всей истории, как раз-таки люди с другим цветом денежков-то. И, наверное, нужно говорить, это они могли отреагировать, если бы... Ну, то есть не российский инвестор, а именно иностранный инвестор уходил, учитывая, да, вот это... Точнее, отыгрывая это событие, как изменение некого внутриполитического фона инвестиционного климата. Начнем с того, что нужно тогда будет для начала сделать гипотезу того, что вообще все-таки был мальчик, да, то есть нужно будет сказать, что да, действительно, это имело роль, да, то есть не просто совпадение, да, это первое, что нужно сделать. Если мы это допускаем, так и будет, да, то следующий вывод это о том, что... То есть нужно было как бы быть солидарным с этой проблемой, сказать, ах, вот так, ну, тогда я продаю, да. Да, и вот возникает вопрос, будет ли продавать русский Иван, там, да, или будет продавать на этом фоне какой-нибудь Джордж, да, зная, что это все-таки оппозиционер, да. Ну, следующий логический вывод, что, наверное, будет продавать Джон, а не Иван. И из этой, да, из этой канвы размышлений можно сказать, что, наверное, если это действительно не совпадение, мы допустили эту гипотезу, да. Нет, нет, если да, если это не так, то нечего обсуждать. То есть эти вещи не имели связи никакой, тогда, а вот если они имели какую-то связь, вот ты предлагаешь, да, чтобы более заинтересован был американский инвестор, не же отечественный инвестор, потому что для него это что? Все, нет, скажем так, две модели, как всегда две модели, да, вверх или вниз, да. Первая модель, это все-таки, которую я склоняюсь, это все совпадение. Вот я лично так считаю. Вторая модель, это то, что, ну, таким образом, да, они намекнули, что не надо наших там обижать. Я думаю, что это вторая модель. Ну, конечно, я думаю, большинство любителей теории заговора, они согласятся с второй моделью, это понятно. Ну, ты сейчас ярко, да, ярко озвучил просто эту теорию заговора, действительно. То есть некий кукол сидит и говорит, ребята, вот сейчас, если будете плохо себя вести, мы в нем еще раз и отключим газ. Ну, в кавычках, конечно. Если бы я на Финам ФМ не видел запись с господним Навальным, который здесь выступал, не помню. Но это было давно. Давно, да. И я бы, конечно, это не сказал, да. Финам ФМ — это средство массовой информации, и здесь высказываются все свое мнение в вольные, так сказать, кто вы. Я просто видел эту запись и понимаю, что это нормально об этом говорить, потому что тут об этом говорили целый час, поэтому, как бы, ну вот, сторонники заговора, да, наверное, не согласятся. Одним словом, я считаю, что, опять-таки, возвращаясь как-то все-таки от трендов дня, от трендов каким-то чуточку побольше, я думаю, что это просто еще один повод на 3% дешевле купить какой-то. И как оцениваешь четверговое падение? Ну, это действительно был повод, собственно, пятница точно это продемонстрировала, что это не какой-то долгосрочный тренд. Тут я не соглашусь в том смысле, что это был в четверг выход иностранных инвесторов, просто потому что иностранным инвесторам отлично известно, куда они инвестировали, и они инвестировали надолго. Это были спекуляции, чисто российские страхи, что вот, может быть, какая-то реакция иностранцев. Ее не последовало, поэтому все откупили обратно. И складывается впечатление, что вот оппозиционеров сажали весь год в таком случае, потому что, как себя ведет то же самое Газпром, как он падает по 3% в день. Да нет, конечно, я думаю, что все-таки сходили. Нет, какой год? Они сажали половину пятидневного роста, насколько я помню, 2% с небольшим, это не так много было. Хорошо, хорошо, понятно ваше мнение, не будем больше к этому возвращаться. Я все-таки, опять-таки, напомню, да, мы сегодня пытаемся определить многообразие оснований для роста и падения российского фондового рынка, и пытаемся опять выстроить некие, да, взаимосвязи, некие приоритеты, что более, что более важно российскому. Внутренние ситуации или все-таки внешний фон, ну и пока все склоняемся к тому, что, да, в основном, конечно, внешний фон. Наверное, да. Прежде всего. Ну, если опять говорить о долгосрочных инвестициях, потому что какие-то события внутри страны, ну, опять-таки. Нет, просто когда ты получаешь в качестве дивидендов нормальные деньги, то ты уже все, ты думаешь, что с ними делать, да. Сейчас-то мы их не видим по факту, а котировки, вон, они скачут, падают. Конечно, это внешнеэкономический фонд. Просто вопрос в том, что, как бы, не пропустить вот этот раздаток, если он будет, да, поэтому эту тему и пойдет. Совершенно верно. Кстати, если будет раздаток, Вася, как мы узнаем об этом? В какой-то момент, да, если... Да закон примен. Возвращаясь к разговору о трендах, да, если и с точки зрения технического анализа вспоминать, мы периодически говорим о том, что как узнать момент разворота, вот что это, да, вот был у нас нисходящий, 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 потом мы видели пятидневный отскок, что это разворот или, может быть, это небольшая коррекция, тот же самый, да, отскок, и потом, как это узнать, узнаем это, наверное, много позже уже, что это тогда, в июле месяце, это был разворот, и тогда надо было входить, да, боже мой, не сейчас, когда уже РТС две тысячи пунктов стоит. Очень хорошее замечание, на самом деле. Это вопрос в том, что, я часто общаюсь с клиентами, возникает этот разговор, да, периодически, то, что все говорят, ну, вот у нас правового поля нету, у нас там позиционеров сажают, но вопрос в том, что как только оно будет, все правовое поле не будет строгать, у нас в 100 рублей, там, вот в чем, как бы, ирония судьбы, то же самое Америка, там все говорят, вот у нас 40-х годов растет Америка, да вы в 40-х не захотите никакую акцию смотреть, вы будете последнее, о чем думаете, а это о инвестициях. Как раз таки вот, в такой период времени грустный, да, и с точки зрения и политики, там, да и что-то говорить, котировки, это вот время найти в себе силу, мужество, да, не буду говорить, что найти, там, да, железное, чтобы это все купить, да, как только все будет хорошо, это уже будет без вас. Вась, так вот по поводу того, что это было, да, мы видим отскок, коррекцию, разворот, вот как, как об этом узнать? Знал бы приков, жил бы в Сочи, да. Ну, по крайней мере, твои торговые решения, да, или решения твоих клиентов, вот когда вы все-таки их пытаетесь на чем-то основать, на чем-то базироваться. Если говорить о долгосрочной покупке, то, наверное, все-таки ждать сентября и ждать последнего решения о начале сварочной покупки. То есть, что бы ни происходило сейчас, в летние месяцы, или как минимум в оставшиеся, да, там, месяц с небольшим, все равно это ни повод, ни основания для долгосрочных, идей, правильно? Ну, я бы сказал, что возможно, что разворот в Газпроме действительно произошел, но, скорее всего, там, само по себе сворачивание клиентов даст возможность купить его дешевле, уже дешевле, чем сейчас. И все-таки только Газпром, я так понимаю. Ну, это как показатель просто. Естественно, не только Газпром, но... Ну, очевидно, что рост РТС, там, на очень большой процент связан с ростом Газпрома в последние несколько... Ну, и Сберб тоже неплохо, да, если говорить? Несколько недель. О бейшмарках-то? Ну, соответственно, вот сигнал чисто фундаментальный, новостной. Покупать сейчас надолго, ну, наверное, неразумно. С другой стороны, учитывая то, что, там, на август, в общем-то, ничего особенно страшного не предвидится, ну, что-то можно купить. Вазя... Не уверен, что Газпром. Мы сейчас даже не будем фамилии ничем называть, а возвращаясь все-таки к разговору, который у вас буквально, да, 10 минут назад состоялся с Назаром. Многие, если оценивать фундаментально наши бумаги, многие, они выглядят привлекательными, потому что они очень дешевые. Это не повод для того, чтобы их покупать, Вась? Ну, это повод для того, чтобы задуматься и ловить момент. Задуматься о чем? Задуматься о том, что именно купить, и задуматься о том, что будет триггером для разворота глобального лужи. Ну, вот, извини, опять уж, сегодня многократно, ну, куда деваться уж. Так начали, давайте продолжим. Садим недавно Газпром стоил 108 рублей. Это не был повод для того, чтобы его купить? Это не был повод для того, чтобы его купить. Поводом для того, чтобы его купить, были данные о Русте экспорта в Европу именно во втором квартале. Вот это был железный повод для покупки. И то, что происходит сейчас, это результат как раз этой торговой идеи. Да, это в значительной степени, да, это результат этой идеи. Больше нет бумаг, которые имеют вот такую же... Уточню. Ну, все, Газпром наши все все равно. Давай, давай. По поводу Газпрома, да, вот, по поводу 108 Ирана, да, опять-таки, мы абсолютно, да, справедливо заметили, что действительно бывает дешево, бывает очень дешево, да. То есть, с теми показателями, которые сейчас есть, Газпром может позволить себе быть таким же неэффективным, как он был последний год, еще лет пять. И независимо от рыночной стоимости акции при этом. Да, 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 да. И, ну, если она замрет, допустим, да, это рыночная цена акции, вот там, на 108 рублях. Если она замрет, ему можно позволить себе еще быть лет пять неэффективным, и все равно это будет нормально. То есть, это все равно инвестиция на один вложенный рубль, и вы получаете много. Просто я хотел сказать, ты солидарен с этим мнением или нет? Не вполне, альтернативные издержки надо учитывать. Так, окей. То есть, условно, купив сейчас по сто и продержав год по сто, и получив шесть рублей дивидендов, мы получим гораздо меньше, чем просто положив в банк. Плюс есть возможность выбрать что-то куда более перспективное, например, какой-нибудь магнит. Ну, опять же, это только пример, я не думаю, что магнит будет и дальше. Ты сейчас кинул, конечно, бомбу. Такими темпами растения. И магнит. А что ты, назад давай, поскольку у нас пират, все-таки в студии, да, с Василием мы часто встречаемся, я, в принципе, знаю его многие позиции по каким-то ключевым моментам. Не, просто как раз считаешь... А по поводу потребительского сектора и магнита конкретно, что, как ты его видишь? Просто я, как бы, да, озвучу свою позицию, чтобы, как раз считаешь, нужно покупать. Магнит. Пока Газпром, пока Газпром, пока Газпром. И не то, что по 108, а и по 130 рублей. Вот, несмотря на то, что я не угадал, да, несмотря на то, что было 108, и это и по 130 стоят эти деньги. Просто в том, что будет ли он неэффективен дальше, мы с тобой не знаем, это не знает даже директор самого Газпрома пока что, да. Просто единственное, что он, как бы, как я догадываюсь, наверное, когда собирается раз в год вместе с этим директором, он говорит, ребята, в этом году изрок вон плохо. То есть так, я думаю, что они не планируют свой год, да. То есть все стараются. Понятно, что получается, не получается, другой вопрос, да. Ну, я сомневаюсь, что они так озвучат именно такие фразы, когда собираются. Наверняка. Я уверен, что они не озвучат. Не озвучат. Я как раз говорю о том, что наверняка они стараются делать все-таки бизнес, да. Ну, а к магниту-то? Вернемся к магниту, да. Ну, я недавно посчитал, не поленился. Для того, чтобы, ну, при условии, замирается на вот 7500, да. Если еще, как все же надеются, что будет продолжать удваиваться, да, магнит, удваивается еще разок и еще разок. То есть когда уже более-менее можно сравнить со ставкой депозита, вот мы шарпы сегодня вспоминались, да. Вот можно сравнить с депозитом более-менее, тогда магнит будет примерно как Газпром не зарабатывать. Ну, не то, чтобы, я просто не знаю, сколько нужно есть хлеба там, да. Ну, может быть, возможно, мы размышляли о том, что вот он там собирается развивать бизнес, дирсицироваться там, какой-то парфюмерный магазин открывать там, да. То есть может быть сейчас еще там слухи о том, что будет покупатель, а не там крупного конкурента, да. То есть, ну, хорошо, он расширится, но... Но, тем не менее, прибавить два раза по два раза вряд ли, да, на то время? Да, я просто представляю, как-то это несоизмеримо. Вот Газпром не есть там и магнит. Ну, вот сейчас меня Василь поправит, я думаю. Вася, он поправит. Обязательно поправит. Сейчас у нас, тем не менее, время новости послушать. Итак, уважаемые слушатели, сейчас новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Ну что ж, друзья, продолжим эфир. Еще немного времени, к сожалению, у нас осталось до его окончания, но, тем не менее, есть о чем поговорить. Мы обсуждаем, как всегда, текущую ситуацию, и вот сегодня сравниваем, так уж случилось. Две точки зрения сегодня озвучивают буквально мои гости. Сегодня сравниваем, да, что больше влияет внутри политическая или внутри экономическая, все-таки, наверное, ситуация, или внешняя конъюнктура на отечественный фондовый рынок. Напомню я, сегодня в гостях Василий Танурков, заместитель начальника управления анализа рынка акций и инвестиционной компании «Велис Капитал», и Назар Щетин, начальник отдела поддержки клиентов тренингового центра брокерского дома «Открытие». Итак, вернемся, вернемся, вернемся. Да, ну, собственно, Назар, так ты и не озвучил свое мнение по поводу магнита конкретно. Да нет, не стал бы ты брать его на текущих низках. Это золотая компания, которая стоит очень дорого. Вот что такое магнит для меня, по крайней мере, сейчас. Ну, 100 миллиардов будет он зарабатывать, если еще раз, два раза удвоится, и только тогда можно покупать по котировке текущей. Понятно, что мы ее не знаем. Вот есть подозрение, что это вот тот самый тонкий сейчас происходит переход компании роста в компанию стоимости. Очень тонкий момент, его нужно не пропустить, потому что там экономист, если слушает, он меня поймет. Это всегда потом грустная пила. Ну, опять, бизнес отличный, компания стоит дорого. А экономист, который тебя слушает, какой-то конкретный ты с кем-то договаривался, что он тебя слушал? Среднестатистический экономист. Кстати, Вася, вот возвращаясь к теме сегодняшнего разговора, магнит — это результат внутриэкономических факторов или внешней конъюнктуры? Сочетание. Удачного сочетания. Удачного сочетания, ну и скорее внутриэкономической конъюнктуры. Все же. Просто потому что потребительский сектор — это сектор, завязанный на внутреннюю экономику исключительно, на пустой, можно сказать, рынок ритейловый, просто потому что действительно возможности были огромными у компаний потребительского сектора в России. Я не вполне уверен, что действительно магнит находится на грани перехода от компании роста к компании стоимости, просто потому что рынок все-таки остается ненасыщенным и потенциал достаточно приличный для дальнейшего роста. Но то, что компания дорогая, это, в общем, очевидно. То есть я назвал магнит просто в качестве примера. Нет, ну это нормальный пример, видишь, мы его обсуждаем. Кстати, если все-таки вновь попытаться оценить, еще раз попытаться оценить факторы роста магнита, внутриэкономика прежде всего, да, внутренний фактор прежде всего. Но, с другой стороны, потребительский сектор напрямую связан, да, с возможностью этого самого потребительского сектора, но нас с вами, возможность покупать. Эта возможность не всегда результат неких внутриэкономических факторов, а иногда это просто некая, опять-таки, удачная внешняя конкультура, связанная с дешевыми заимствованиями за рубежом и, соответственно, возможностью нашего банковского сектора кредитовать конечного потребителя. Вот здесь есть тоже какая-то изюмина? Факт в том, что российская экономика способна хотя бы 3% темпом расти даже в условиях стагнирующей нефти. То есть даже в условиях страны, которая очень сильно зависит от внешней конъюнктуры, сектор потребительский оказывается не в такой степени, зависим от внешней конъюнктуры. Тем более, что мы понимаем, что такой магнит – это компания потребительная, которая не настолько сильно выигрывает от роста цен на нефть. Безусловно. Ну, то есть, другими словами, это преимущественно те, кто живут за пределами большой столицы, да, с яркими огнями, и, наверное, это им все сказано. Хорошо, ладно. И, возвращаясь на российский рынок, давайте, если не возражаете, последние несколько минут, у нас осталось 10 минуточек, посвятим тому, что, на ваш взгляд, помимо «Газпрома» и «Магнита», которые сегодня мы уже заездили практически, да, может быть интересно, ну, в ближайшие, вот, опять месяц-полтора, может быть, да, до сентябрьских выборов в Германии прежде всего, до нового, до начала нового делового года, традиционно начинающегося, да, вот с сентября, собственно, вот в этот спокойный, спокойный, относительно спокойный летний период, что может быть интересно, и два слова по поводу ожидаемых движений в рубле, в паре доллар-рубль, да, основанных на выступлении наших официальных лиц, ну, и опять пресловутая внешняя конъюнктура, ведь, забавно, если позволить, я подчеркну сейчас это, последние события в паре доллар-рубль, когда мы увидели ослабление рубля против доллара на 2 рубля, да, с небольшим, это, а, с одной стороны, да, результат некой внутренней ситуации, заявление Силуанова, ну, и так далее, там, можно продолжать от субъективного к объективному, и, наверное, это и результат того, что происходило за рубежом, потому что не только рубль падал в это время, падали все, или, точнее, падали валюты всех развивающихся стран, и мы еще не в самой плохой ситуации-то были, вот тоже забавно, да, что здесь на первое место поставить, что здесь на второе, ну, вернемся, и так, Вась, перспективы ближайшие вот эти летнего месяца. Ну, еще раз на что обратить внимание, интересно, нефтянка, Роснефть, Сургут, по озвученным причинам, то есть, Сургут замечательный будет результат за второй квартал, просто на переоценке долларовой, ну, и, соответственно, получится по коду очень хорошие дивиденды, в принципе, уже, там, лето, часто это уже время покупать на дивидендах, просто потому что уже к февралю все отыграно полностью. Роснефть, интересно, просто из-за, наконец-то, произошедшей консолидации, не очевидно, что инвесторы осознают, каков будет эффект финансовый для Роснефти, соответственно, там может быть движение, хотя уже тоже в значительной степени в акциях, очевидно, что оно уже значительно, в значительной степени отыгрывается. Из прочих секторов металлурги достаточно интересны, но тут нужно очень осторожно выбирать, изучая конкретные компании. Ну, я даже не берусь, честно говоря, назвать конкретным компанией. Ну, ничего страшного. Интересно сейчас смотреть на цветные металлы, то есть тот же поле золота, тот же поле металл, просто потому что вот это вот движение на эйфории в золоте, оно и на акции перекинулось, и очевидно, что еще какое-то время оно может продолжаться. Ты имеешь в виду рост, нынешний рост золота после недавних минимумов, да, это вот та самая эйфория. Да, ну, я имею в виду эйфория на том, что перенесены сроки Куе. Сроки конца света перенесены. Да, сроки конца света. Но, опять же, тут очень важно вовремя выскочить из этого движения, потому что Куе все-таки свернут. И все-таки золото вполне вероятно будет стоить существенно дешевле, чем сейчас. В электроэнергетике какое-то не очень понятное движение, но очень интересное. То есть там в ПСК, который растет по 12 больше процентов в день, это очень интересно смотреть. Интересно наблюдать. Может быть, кому-то повезло. Ну да, оказаться в нужное время, да? Удалось на этом заработать. Должно месть. Я бы не сказал, что сейчас интересны бумаги банковского сектора. Не сказал бы. Да, я бы не сказал, что они интересны. В конечном итоге Сбербанк в районе 100... Максимум. Он может там находиться очень долго. И, собственно, потенциал, судя по всему, очень небольшой. Но, может быть, 105, чуть-чуть выше. Плюс все-таки мы ждем, что будет некое смягчение монетарной политики. Это уже Банка России. Это уже Банка России, что, в общем, не будет позитивным для банковского сектора. Поэтому банковский сектор сейчас выглядит не слишком интересно. Я понял. Спасибо, Ась. Назар, ну и тебе вопрос, вот, касаемый перспектив рубля против доллара. Кстати, я, значит, вспомнил. Твой коллега, Леша Павлов, вот он, будучи здесь в прошлом месяце, он назвал российский рынок, согласишься, нет, рынком идей. Звучит это неплохо, согласись. Но имелось в виду что? Что, чтобы заработать на российском рынке, надо сейчас вот покопаться, покопаться и найти эту самую идею. Потому что весь рынок, к сожалению, такой возможности не дает. У него нет ярко направленной динамики. Нет, ну это объективно. У нас рынок худший. У нас хуже нас только Бразилия, по-моему, за последний год, если не ошибаюсь. Ну, действительно, да. В целом, глобально, хотя, знаете, вот, если так подумать, есть такая стратегия, старая, добрая, называется «Последние станут первыми». И вот в ней-то мы можем красиво выиграть, а внутри этой стратегии есть еще одна стратегия «Супер последний станут супер первыми». Это сектор энергетики, который минус 33% за последний год нам показал, да? То есть осталось еще немного денег, но не надо отчаиваться, потому что даже «Супер-пупер последний» все равно рано или поздно, если доживут. Ну, тем не менее. Нет, нет, конечно, доживут, доживут, доживут. Это была шутка. К рублю, к рублю. Всегда вернемся к этому, окей. Опять-таки, наших аналитиков, читая там фишгой до того же самого аналитиков открытия, ну, укрепляются рубли, по их мнению. И как раз вот на этот период времени, на ближайшие два месяца. Ну, я с ними солидарен, просто money market немножко далек от него, да, но вот последнее, что я читал от них, это такое мнение. Укрепляются, а цифры никакие не называют они там при этом? Лучше промолчу. Ну, ладно. Вася, извини, я про рубль тебя не попытал. Я соглашусь на ближайшие полтора-два месяца действительно укрепление рубля. Это чисто внешние факторы, просто вот эйфория по поводу отмены КУЕ, это значит, что доллар падает, все остальные. Ну, кстати, о внутренних факторах опять НДПИ началось, да, и сейчас народ будет активно в рубль входить. Ну, не стоит надеяться на то, что это до конца года ситуация. Не до конца, ну, до лета, да, правильно я понимаю? Все верно, да, на ближайший период времени. А потом, скорее всего, да, и глобальная идея укрепления доллара вернется, наверное, в убыль инвесторов и рубль опять мы увидим куда-то туда-куда, в какой район? Ну, есть надежда, что все-таки нефть будет себя достаточно позитивно вести. Ну, позитивно, как минимум, не падает ниже ста, да, об этом речь или подрастет все же? Ну, скажем, останется к концу года выше ста десяти. В такой ситуации, ну, там, 32,5, 33, может быть, 33,5. Максимум. Да, но если все-таки КУЕ все-таки убьет и нефть, ну, сворачивание КУЕ, убьет и нефть и убьет, в принципе, сырьевые рынки, что, в общем, ну, нельзя сказать, что это однозначно единственный сценарий. В таком случае, конечно, будет дешевле рубль. Ну, если резко будут сворачивать, конечно, убьет все рисковые активы, сырье не станет исключением. Назар, последний, да, последняя у нас минуточка осталась. Твое видение, собственно, нефтяных котировок. Вот сейчас где-то тоже кто-то из моих гостей замечательную фразу бросил. Мы сейчас живем в эпоху нефти 100 долларов за баррель. Вот такая замечательная эпоха. Пожалуй, солидарно с этими гостями. Что касается того, будет ли какой-то здесь рывок, там, да, как ни странно, опять-таки, читая наших аналитиков, да, то есть у нас есть неплохие обзоры, спасибо нашим аналитикам по этому поводу, Оксану Викичеву, в частности, который пишет как раз обзор по, в целом, по commodities, да. И там, что, то, что я читаю последние, там, несколько месяцев, да, это преимущественно, конечно, если и исправление, там, да, котировок, то в сторону роста, ну, такое символическое. То есть я боюсь, что эта эпоха не заканчивается в августе. Ну, в сторону падения, тем не исправления, нет, нет, нет. Вась, ты покачал головой, услышал. Есть один момент, на который пока не обращают внимания, это замедление добычи в США, то есть очень резко стагнирует бурение в США, мы понимаем, что сейчас весь рост был обеспечен сланцевой нефтью, и там лаг между бурением и темпом роста добычи, он очень маленький. В принципе, уже в мае даже и добыча начала стагнировать, при этом все прогнозы, которые существуют на рынке, они исходят из того, что дальше несколько лет подряд темпы роста будут те же в США. Если это будет не так, то может быть очень глобальный пересмотр цены на нефть. То есть это плюс 10, плюс 15 долларов. Спасибо. Спасибо огромное. Василий Танурков, заместитель, начальник управления анализа рынка акции инвестиционной компании «Велес Капитал», и Назар Щетини, начальник отдела поддержки клиентов в тренингу дома «Брокерсового открытия», сегодня в студии «Сухого остатка». Спасибо за внимание, всего хорошего.